Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Ирина Булыгина «Рынок в середине дня». Ирина уже с нами, приветствуем вас! Добрый день, Игорь, добрый день, коллеги! Вот подходит к концу июля месяц, можно сказать, такая финальная неделя, и в понедельник, 31 июля, в общем-то, закончится последний торговый день месяца июля. Очень часто под конец месяца рынок затихает, и вот я все-таки ожидаю движения в пятницу, понедельник. А вот сегодня, среда, четверг, ничего значительного по рыночку не ожидаю, но давайте посмотрим более подробно. Я включаю демонстрацию рабочего стола. Есть, да, видно экранчик? Да, видно, хорошо. Замечательно. Ну, перед вами валютная пара доллар-рубль, фьючерс-си, и, в общем-то, видно, что в текущую неделю стартовали мы в понедельник с гэпом вверх, в понедельник, вторник, и уже третьи торговые сутки, в общем-то, цена не продвигается из вот текущего диапазона, это 60 тысяч 850, 60 тысяч 900, да, если быть точнее, и нижняя граница – это 60 тысяч 300-400, то есть в этом диапазоне реально цена зажата. Поэтому, конечно же, будут рекомендации не заходить в узком диапазоне, потому что неизвестно, когда произойдет выход, да, и в какую сторону. То есть мы находимся сейчас вообще в центре, в центре ренджа, в центре вот этого узкого боковика. Но на что обращу ваше внимание, это на то, что и понедельник, и вторник, в общем-то, в этом диапазоне наблюдаются более высокие объемы, чем те, которые были с 14 июля по 21. То есть, в принципе, действительно, здесь активность и спекулянтов, несмотря на то, что боковик, и спекулянтов, и, скорее всего, и крупных игроков, более высокая, поэтому им интересна эта зона. Ну, напомню о том, что в целом-то в Сишке у нас тренд глобально, да, и локально, и глобально, нисходящий. Я сейчас вот переключу на дневной таймфрейм, дабы видеть картинку целиком. И, в общем-то, анализ, да, изначально нужно проводить именно с большого тайма и смотреть, что произошло с фьючерсом, с акцией, либо с любым активом за последний период, за какое-то более долгое продолжительное время. Так вот, текущий отскок, который можно наблюдать в пятницу и в понедельник, это реально всего лишь отскок в нисходящем тренде. И пока рано говорить о том, что сменилась тенденция, да, и тренд поменялся, и можно смело лонговать. В общем-то, если глянуть еще и дневной таймфрейм, то, в принципе, опять же, для спекулянтов текущая цена действительно не привлекательна для сделок. Да, я даже не говорю для конкретного направления, а для сделок, потому что вот внутри диапазона это тоже ровно середина. То есть поэтому шансы пойти вверх-вниз примерно одинаковы. Почему говорю примерно? Потому что именно объемы в верхнем диапазоне, да, и каждый раз, когда, в общем-то, мы видели импульсы вверх, каждый раз это заканчивалось откатами вниз. Поэтому и сторона тренда нисходящего, и объемы в верхнем диапазоне все-таки больше, лично для меня говорят о том, что цена с текущих пойдет все-таки вниз, а не вверх. Поэтому сейчас считаю, что не стоит ли сделку вообще, да, и становиться уже в сделку после выхода с диапазона, ну, еще раз говорю, больше шансов на то, что выход произойдет вниз. Единственное, что довольно-таки часто бывает, ребят, что с диапазона цена выходит либо на вечерней сессии, либо прямо с открытия какой-то новой, с утра, да, с новой торговой сессии. Поэтому тут, конечно, нужно вот внимательно быть онлайн, на открытии рынка, да, бы не упускать сделочек. Сегодня среда, да, и, как обычно, по средам выходит запасы сырой нефти. Конечно же, если нефть сегодня будет сильно, скажем так, двигаться в то или иное направление, возможно, это каким-то образом повлияет и на валютную пару доллар-рубль. Поэтому, может быть, что-то удастся поспекулировать и сегодня вечером. Но в целом, по сегодняшнему дню, ничего такого не ожидаю, в целом не планирую ни покупать, ни продавать. РТС. РТС текущую неделю открылся вниз, да, мы увидели выход из боковика, который наблюдался прошлой недели. Цена, в общем-то, закрепилась ниже 102-300, 102-200. Но, сразу скажу одно но, это то, что обычно, когда мы видим смену тенденции, да, если мы видим выход из какого-то боковика, в данном случае боковика раз, два, три, четыре, пять, шесть не был, движение довольно-таки быстро идет вниз. Мы сейчас этого не наблюдаем, поэтому, в принципе, есть все подозрения на то, что выход из диапазона вниз – это всего лишь ложный вынос. Вчерашний день очень интересно завершился, завершился на вечерней сессии выкупом. Очень интересно такую комбинацию сделали. Но вот пока сегодня цена, к сожалению, далеко не уходит. То есть и не падает, но и вверх не пускает. Опять же, ребят, ровно середина диапазона боковика, который образовался с понедельника. То есть действительно тут шансы 50 на 50. Единственным драйвером это могут быть сегодняшние запасы сырой нефти, которые могут двинуть, в общем-то, как-то более-менее фьючерсы в ту или иную сторону. Посмотрим более подробные объемы сегодняшнего дня. Попытаемся понять, скажем так, направление текущего дня, но в целом ничего вообще значительного не произошло. Объемы расположены, в общем-то, в верхнем диапазоне. В начале, на старте торговой сессии, в первые 15 минут, в общем-то, сигнал на контртренд был, можно было шортить. И, в принципе, пока вот действительно цена скорректировалась от хая дня на тысячу пунктов. Но дальше не идем. Локально, в принципе, еще раз говорю, могут протестировать и могут пойти и ниже. Да, у нас цена торгуется ровно в серединке диапазона, поэтому для лонгистов текущая точка входа не очень удачная. Гораздо безопаснее и спокойнее заходить в лонг после того, как цена протестирует дно текущего боковика, то бишь 100 600. Ну а сейчас действительно, ребят, рекомендации никакие давать не могу, потому что серединка диапазона. Однозначно, вот сигнал на шорт был только с утра, и, возможно, вот это весь потенциал, который цена отработала. В целом, по РТСу в последние пару месяцев, то есть техника хода цены немножко поменялась. То есть, в принципе, вот те локальные движения, которые происходят внутри дня, они обычно 500-600 пунктов-тире-то до 1000 пунктов. Поэтому вот если вы видите, что импульс пошел слишком быстро, слишком быстро цена падала, либо слишком быстро цена росла, нужно ловить вот этот импульс, остановку и просто закрывать целиком сделку, потому что можно попасть на хороший откат, соответственно, скушает вашу прибыль, которая показывалась в моменте. Поэтому тут главное в РТС сейчас не пересиживать. Поэтому еще раз повторюсь, рекомендации для лонга, для правильного лонга, хорошего и надежного, будет только после тестирования нижней границы 100-600, но, соответственно, с дальнейшим выкупом и импульсом обратно. Просто остановка возле уровня не является сигналом на вход в сделку. Но так, в принципе, цена может улететь, конечно, и не коснувшись нижней границы, если цену продержат в текущем диапазоне, и потом цена улетит на запасах вверх. Тут уже придется действовать уже по ситуации. Давайте посмотрим нефть. А нефть таки улетела за 50 долларов. Аккуратно, плавно. Вот нефть мне нравится. В отличие от остальных всех фьючерсов, которые мы сегодня будем разбирать, тут действительно хороший, плавный тренд с маленькими откатами внутри дня. То есть, ну, великолепно, действительно, тренд развивается. Поэтому нефть можно даже пробовать покупать по текущим ценам со стопом за вот этот внутридневной маленький вынос. Хотя, сразу сказать, агрессивный лонг пока набирать не стоит. То есть, большую позицию лонговую. Потому что в 17.30, в принципе, мы помним, что нефть может сделать какой-то вынос и только потом сделать импульс наверх. Пока же, по текущей ситуации, глядя на график, я думаю, какие бы ни вышли запасы, какая бы ни была первоначальная реакция рынка, я думаю, все равно запасы отыграются позже вверх. Я думаю, что все-таки здесь инвесторы нацелены и дальше разгонять цену на черное золото выше и выше. Если посмотреть в больший таймфрейм, я сейчас переключу на дневной таймфрейм, поубираю лишние трендовые линии, дабы они нам не мешали. Наверное, даже не часовик, а будет правильная дневочка, дневной таймфрейм. Вчерашний день как раз показал уверенный выход выше 50 долларов, выше той зоны, которая ранее являлась сопротивлением. Но обращаю ваше внимание, что шли мы к этому действительно с одной стороны долго, но уверенно. Вот выход из такого, скажем так, локального треугольника, накопление шло практически в течение месяца, но выход сегодня вверх. Поэтому, шортисты, будьте очень осторожны, потому что сегодняшний день может быть очередным импульсом, очередным каким-то ударным днем. Действительно, с технической точки зрения, уровень продаж находится очень высоко. Это 55 долларов и, как мы помним, 57-58 долларов, если смотреть склеенные фьючерсы, либо смотреть нефть на американском фондовом рынке. Поэтому, действительно, в приоритете ловить откаты и покупать. Поэтому, еще раз скажу, по текущим ценам можно покупать, но не набирайте агрессивную позицию лонговую, потому что все-таки стоп, может быть, вынесут в 17.30. Либо уже наберитесь терпения и локуйте в 17.30. Давайте посмотрим на фьючерсы Сбербанка. Буквально, да, буквально за час поменялась здесь картинка. Открытие было, в общем-то, неплохим, но вот текущий часовик все-таки подливает. В целом, я сейчас переключу на часовой таймфрейм, покажу, что здесь ничего такого критического для тренда не происходит. Цена торгуется, опять же, в серединке диапазона. Нет целесообразности заходить ни в лонг, ни в шорт. Ну, вот такая истина рынка. Есть, подгрузился. Ну, судя по картине того, что постоянно сейчас гасит с диапазона 16.450, да, 450, в принципе, можно сделать вывод, что пока просто не добрали позицию. Сейчас возвращаемся обратно к 16.200. И вот тут будьте, конечно, внимательны, насторожны, смотрите, как цена себя отработает. Очень интересно график выглядит в понедельник, когда произошел с открытия слив первый часовик, максимальный объем, которые вышли, в общем-то, и по фьючерсу, и по акции, и последующий довольно-таки быстрый выкуп. Ну, вот посмотрим, как сегодня в среду протестируют обратно 16.200. То есть на опережение заходить ни в коем случае не нужно, и, в принципе, гораздо лучше, если этот уровень все-таки будет пробит в моменте, ну, и ближе, скажем так, к вечерке, либо к запасам сырой нефти обратно выкупят за 16.200. Вот это будет сигналом налог. Пока же все-таки лучше воздержаться от сделок. Газпром. Следующий фьючерс, который мы рассмотрим, в общем-то, да, у нас выбор не мегабольшой, тех голубых фишек, тех фьючерсов, которые активно торгуются на российском фондовом рынке, на московской бирже. Ситуация здесь в моменте выглядит лучше, но я имею в виду лучше, в каком плане. Здесь часовик сейчас не сливают, а покупают. Но, с другой стороны, абсолютно идентичная ситуация. Середина диапазона. Ребят, не нужно заходить в надежде того, что сейчас будет импульс. До запасов сырой нефти нет ни одной причины, дабы вот нету, скажем так, импульса в рынке, нет топлива, нет новости, которая бы могла двинуть цену вверх. Только какая-то там инсайдерская информация. Поэтому покупать сейчас не стоит. И в целом, по Газпром, я считаю, сегодня можно смело отказаться от входа сделки. Я не думаю, что Газпром выйдет сегодня из диапазона. Мне очень нравится тест, который был вчера. Мне нравится то, что его выкупили. Нравится, что был именно хороший перелог с выкупом. В принципе, есть все технические моменты, говорящие о том, что может быть продолжение тренда. Но на сегодняшний день, пока мы не вышли с диапазона, не вышли уверенно выше 12.100, импульс от рынка ждать не стоит. Ведь мы не знаем, как долго еще цена будет торговаться в этом диапазончике. Еще раз напомню, что максимально интересное движение я все-таки ожидаю от пятницы и понедельника. То есть конец месяца, когда очень часто переставляют диапазон. Тогда можно уже будет работать, можно сказать, на полную, более агрессивно. Опять же, если мы действительно увидим импульсы на рынке. Фьючерс на индекс МВБ, маленький Мэксайл. Сейчас график подгружается. Почему-то я его не вижу пока. Цену вижу. Есть, подгрузился. Больше напоминает график фьючерса Сбербанка. Открытие вверх, ложный вынос. И, в общем-то, его пока сливают вниз. То есть не торгуем, не трогаем. Смотрим, как отработают границу 1940. В принципе, последнюю неделю каждый раз от этой границы мы видели отскок и выкуп. Поэтому пока неинтересно нам. Ну вот, подхожу потихонечку к валютной паре евро-доллар, к любимой валютной паре Игоря Суздальцева. На прошлой неделе мы обсуждали, что евро должен пойти выше 1.16, 1.17. Мы видим, что все эти цели отработаны. И, в общем-то, вчерашний день очень интересную картину сделали, потому что сделали как бы финальный вынос. В моменте смотрится действительно финальным выносом. Хотя на московской бирже это не сопровождается мега-объемом. Максимальный объем были раньше. В принципе, ничего страшного в этом нет. Не всегда на самых хаях при окончании тренда мы видим большие объемы. Главным моментом, конечно же, стоит смотреть, как сегодня закроется дневной таймфрейм. И, в общем-то, вот тут действительно нравится идея уже начинать аккуратно шортить евро-доллар. Мне даже интересное мнение ребят, которые здесь присутствуют, зашортили ли уже евро-доллар. Но вот действительно сейчас сигнал созрел. Если раньше это было на опережение, то сейчас уже созревает. Накапливать позиции, вернее, увеличивать ее уже стоит после закрытия сегодняшнего дня. То есть сейчас можно набирать часть позиций, ну и дальше добавляться по мере снижения цены, по мере того, как будут какие-то небольшие откаты внутри сменившихся тренда. Почему я все-таки говорю, ребят, что стоит аккуратно шортить, а не нагребать сейчас шорты на полную катушку, потому что, да, в моменте это выглядит как финальный вынос, но все-таки не забывайте, мы можем ошибаться. И все-таки тренд был довольно-таки сильный, мощный. Дабы, скажем так, не потерять много, стоит все-таки брать потихонечку шорты. Вот. Ну, я послушаю сейчас вас, послушаю Игоря по поводу валютной пары евро-доллар. Игорь, что вы считаете, что вы думаете? Финальный ли вынос, можно ли уже шортить по полной, либо еще ждать чего-то? Я даже не знаю, честно вам скажу. Я пока евро продавать не буду точно, потому что в Америке... Потому что я в ланке, да? Нет, я в шорте, причем давно. Но докупать не буду, потому что ситуация в Америке не особая. У Трампа проблемы нарастают каждый день. Поэтому как-то я уже засомневался. Хотя для нас очень выгодно, чтобы был шорт по евро, у нас очень много людей засело. Я так подозреваю в продаже евро. И, конечно, это было бы очень вовремя. А у меня вопрос к вам, Карина. Вы сами продаете евро уже? Нет, пока вне позиции. Вот как раз текущая ситуация мне нравится. И я думаю, что есть смысл немножко зашортить. Вот то, что я озвучила сценарий. То есть пока зашортить немного. То есть это порядка 25-30% от позиций, которые стоит набирать. Ну а дальше смотреть, как закроется день. Просто тут тоже важно не потерять точку входа. Довольно-таки часто бывает, когда импульс был на новостях с большими объемами накануне, вот как это было 20 июля, так же быстро потом и сливают. То есть если долго думать, то можно, в принципе, опоздать. И завтрашний день, например, может закончиться уже по 1.15.50. Соответственно, уже сложно будет заходить в шорт с коротким стопом. Поэтому я думаю, что сегодня уже можно начинать формировать шорт. Единственное, что еще раз напомню, неагрессивную позицию. И смотреть уже, где будет завтра цена. Либо я потеряю немножко, да, но это будет небольшой стоп. Либо я буду понимать, что я уже в сделке, у меня уже есть прибыль, и я могу добирать смело позицию. Вот так. Я все-таки отталкиваюсь от теханализа. Я прекрасно понимаю проблемы, которые нарастают в Америке, но тем не менее мы не знаем всего, да, мы не знаем всех новостей, которые связаны с Европой, с валютной парой евро, да, и какие еще могут, скажем так, в ближайшее время скрытые, да, скрытые новости повлиять на валютную пару. Я отталкиваюсь сейчас сугубо от теханализа. Теханализ, в принципе, показал вчера сигнал на то, что можно шортить. Ирина, я так и уточню. Вы сказали, можно. Можно. Сами сегодня будете продавать. Сейчас вне позиции. Еще раз посмотрю, еще раз рассчитаю сделку, но еще раз говорю, можно начинать формировать позицию. Я думаю, что зашорчу. Просто хочу рассчитать еще раз по рискам. Сколько я возьму сейчас, и сколько я смогу добавить потом, если она пойдет завтра в мою сторону. Я понял вас. Хорошо, Ирина, спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы, Ирина, не в чате можно писать. Ирина, какие у вас… Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Какие у вас мероприятия в ближайшее время планируются? Ага, ну тогда я не буду останавливать демонстрацию рабочего стола, потому что лучше о мероприятиях не говорить, а лучше их показать. Но вот в начале августа, 3-4 августа, у меня пройдет двухдневный тренинг, которым давно многие мне просили провести, и вот выделила время, сделала его, организовала, и обязательно проведу. Тренинг посвящен торговле именно по объемам. Здесь будет рассматриваться торговля как внутридневная, так и свинг-торговля. Это объемы и на пяти минутки для более точного входа в сделки. Это объемы и дневного таймфрейма, и часовика, потому что объем, я считаю, это действительно уникальный и единственный для меня индикатор, без которого я не могу торговать и не принимаю решения входа в сделку. Поэтому, если вам интересно, ребят, конечно, присоединяйтесь к тренингу. Ссылочку я вам сброшу. Я считаю, это очень полезно, информативно, и главное, для вас в дальнейшем результативно, для вашей торговли. Вот такое мероприятие, которое, я считаю, достойно вашего внимания и достойно посещения. Несмотря на то, что рынок сейчас, да, видимо торгуется в боковике, но когда вы понимаете, чего от него ждать, чего ожидать, каких сигналов, вам проще дожидаться входа в сделку. Согласны? Понятно. Да, ваша позиция понятна. Тут, Ирина, хоть что вы говорите, 50% за, 50% против. Поэтому тут у нас никогда такого не было, чтобы все прямо согласились. Ну, это касательно направления сделки, я соглашусь, потому что всегда на рынке находится 50% продавцов, 50% покупателей. Я соглашусь с вами, что всегда есть за и против, даже если кто-то торгует против тренда. Ну, если так рассмотреть, ведь продавцы – это не всегда шартисты, продавец – это может быть тот продавец, который набирал лонг ранее. Поэтому тут тоже философски можно мыслить по этому поводу. Кто такой продавец и кто такой покупатель на рынке. Да, без сомнения. В любом случае, я думаю, тема очень интересная, важная, актуальная. По объему многие торгуют, многие уважают. Я думаю, что вовремя все, так сказать, тема на подъеме, причем уже достаточно давно. На Utrade, естественно. А так-то объемы уже лет 50, очень активно изучают на финансовых объемах. Спасибо огромное, Ирина. Вам хорошего дня и удачи. Вам, скорее всего, выздоровления, не болейте. И, конечно же, успехов в торговле. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok